Русские новости Для того, чтобы политика стала обычной человеческой деятельностью, нужно, чтобы ей занялись приличные люди. Пока у нас в политике большинство неприличных, поэтому политика и превращается в грязное дело. Грязными делами занимается прежде всего то, что по ошибке называется государственной властью. Это так называемая власть, на самом деле группировка самозванцев, использует современные методы информационного давления, мотивирует граждан на неразумные поступки, обманывает их. И в общем-то средства массы информации превратились в средства тотальной лжи. Посмотрите, что творится на экранах телевидения и что творится в интернете. По телевидению нам беспрерывно показывают материалы о том, как Владимир Путин триумфально ездит по стране, кого-то там принимает, какие-то там цифры произносит. Все перед ним отчитываются, прогибают спину. В общем, такого хозяина показывают без перерыва. Хотя идет избирательная кампания, он кандидат в президенты и должен вести себя как-то иначе. По крайней мере информационное пространство должно быть поделено между кандидатами поровну. Здесь просто циничное нарушение всех законодательных установлений. Показывают двух или трех серийный фильм «Путин» в такое время, когда каждый может посмотреть. Но, честно сказать, я не смотрю вообще ни один материал про Путина. Но ведь люди это смотрят, им на мозги все это давит и продавливает. Несмотря на то, что это ложь и подавляющее большинство понимает, что все, что исходит от Путина и его сторонников, это все ложь. Но ложь, повторенная тысячу раз, все-таки оседает. Оседает в головах и всякие глупости продолжают повторяться. И вот, несмотря на то, что никаких счетов у Павла Грудинина за рубежом нет, никакой собственности нет, все это продолжают повторять. Продолжает повторять Жириновский, продолжают повторять в социальных сетях даже некоторые сторонники Грудинина. Говорят, ну и что, что у него счета, ну и что, что у него собственность, зато он против Путина. Ну нет счетов, ну нет собственности, сколько это можно повторять. И уже тут Панфилова, глава Центра избиркома, заявилась на журналистов, хватит одно и то же повторять, нет счетов. Ну нет счетов, были бы счета, не было бы кандидата Грудинина. Все, тоже из собственности. Поэтому, какие могут быть разговоры на этот счет? Вот у Путина, да, есть и счета, и собственность в таком количестве, что когда все это дело выявится, и все будет объявлено, ну мы просто сильно удивимся. Опубликованы данные о доходах за последние 15 лет у кандидатов, так Путин у нас ну просто нищий. Как будто все вокруг него, все его ближайшие приятели, ближайшие друзья по горшку, которых он расставил на высшие государственные должности, воруют просто по-черному, а он вот такой чистенький остался, только зарплату получал. Верите? Ну неужели есть люди, которые поверят, что Путин у нас такой бедный, несчастный, но у него никакой собственности, кроме каких-то там проржавевших автомобилей, которые давно не ездят, каких-то там клочков земли, непонятно вообще, как он выживает в таких условиях, вот живет несчастный на одну зарплату. Да нет, конечно, такого, нет такого. На подставных лиц, на родственников, на приятелей и знакомых там оформлено столько, что когда узнаем, ужаснемся. Ну и вот эта ложь продолжает продавливать, продолжает продавливать мозги. И, конечно, идиотов стало очень много, просто очень много, когда в социальной сети обсуждаешь какую-то тему, ну видишь, что люди элементарно не могут освоить вот то, что они читают. Называется функциональная безграмотность, даже совершенно простые тексты. Ну а шизофренизацию население усиливает то, что власть использует самых настоящих шизофреников. Они такие бывают бойкие на язык. Шизофрения такое сложное явление, поражает не все участки мозга, не все сознание, а вот так фрагментарно. Но главное, что это люди готовые ко лжи. Они создают какой-то иллюзорный мир. Вот Путин, он тоже для себя создал некий иллюзорный мир, в котором он живет, как в свое время для Владимира Ульянова-Ленина печатали газету «Правда» в одном экземпляре, чтобы он сильно не волновался, поскольку тоже был психически болен, у него там сгнивал мозг. Вот точно так же и для Путина создан своеобразный мир. Он считает, что Россия вообще великая держава, что все здесь расцветает, экономика растет, армия великолепна и так далее. Специалисты говорят ничего подобного, но разве нам специалистов покажут, разве их допустят до телеэкрана? Нет, такого не бывает. Поэтому вот во главе страны стоит шизофренизированная личность, и такого же рода люди подбираются для ведения агитационной кампании. Например, журналист Хинштейн, которому дали доходное место в Росгвардии. Вот чтобы он лишнего не болтал, всегда был под контролем, вот пресс-секретарь Росгвардии. И, естественно, его выпускают на одно из популярных ток-шоу, которые домохозяйки смотрят, и он там несет всякую чушь, несет клевету на Павла Грудинина. Или Михаил Леонтьев, тоже совершенно шизофреническая личность, алкоголик, такой запойный алкоголик, который уже никогда не вылечится, хотя и говорит, что он не может спиться, потому что вот у него такая генетика, ну где-то там он об этом сказал. На самом деле совершенно деградированная, спившаяся личность. Ему предоставили право быть пресс-секретарем Роснефти. Как пресс-секретарь он ничего не делает, кроме того, что обижается за Роснефть, если что-то там косвенно хотя бы говорят не так. И вот этот тоже человек выпускается в информационное пространство и городит всякую чушь. Вот одно из его выступлений на каком-то портале, честно говоря, не знаю, что это за портал, но вот попалось мне его выступление, и просто вот этот фрагмент я приведу, послушайте сами, как человек вводит себя в транс и что с ним происходит. И вообще бы его не трогал. Он тоже Грудинин, Грудинин, вроде бизнесмен. Ну ничего у нас, коммунисты у нас обновленные, они из церкви, из бизнеса, у них все нормально, был бы с ним, пока он глупо, вот просто как тупое животное не наехал на, простите, сейчас уже как представитель компании, на компанию, наехал дико глупо, рассказывая, что мы на всех наживаемся, причем именно мы, только мы, Сечин и компания, что из-за нее цены на бензин не падают, когда цены на нефть падают, как во всем мире. Будучи бизнесменом, должен был бы знать, что в цене на бензин нефть играет 7% занимает. Остальные налоги, акцизы и сборы. Да, и потом, кто на ком наживается, когда компания, одна компания дает четверть дохода в бюджет. Одна. Одна. Смотрите, как он обиделся. Оказывается, Роснефть у нас, можно сказать, присвоив себе огромные нефтяные ресурсы страны, приносит четверть в бюджет страны, а мы смеем еще кого-то критиковать. То есть, воры украли у нас, и на четверть нас финансируют. Мы должны быть счастливы, мы должны быть довольны. Но я понимаю, что Леонтик доволен. У него такая зарплата, которую, наверное, несколько тысяч человек в стране имеют, не больше. И поэтому он доволен, и поэтому он обижается. И довод о том, что цена нефти в стоимости бензина – это 7%, это смеху подобно. Как будто те же самые люди, как будто сечены компании, не причастны к доходам от продажи бензина. О чем вы говорите? Мы предъявляем претензии не к отдельным фрагментам вашей системы, а ко всей системе в целом. Вся система в целом является воровской. И воровство на нефти, на бензине совершенно очевидно. А вы за рубеж, кстати, вот эти вот, то, что ничтожную стоимость имеет, не продаете? Нет? И куда эти деньги деваются? Мы точно знаем, что система, вся система, в которой участвуют Сечин, Леонтьев и их покровитель Путин, является абсолютно воровской. Поэтому Павел Грудинин совершенно прав, когда говорит, ну он не говорит так уж резко, но мы договорим за него. Вы все воры, господа. И вы, господин Леонтьев, тоже вор. На воровские деньги вы и живете. Смотрим дальше. Тут обнаружилась совершенно потрясающая вещь. Это человек, который просто спер у людей. Совхоз. Потому что никакой это не совхоз. Это собственность господина Грудинина и его подельников. Причем ценность этого совхоза совсем не в сельхозпроизводстве. Ни хрена он практически не производит. Он покупает клубнику в Турции и продает ее за свою. Потому что то количество клубники, которое он продает, этот совхоз технически вырастить не может. Видите, как человек уже впадает в психоз. Он уже себя не может удержать. Он где-то что-то слышал про какую-то турецкую клубнику. Он убежден, что клубнику вообще невозможно выращивать в Подмосковье. Поэтому он и говорит, да нет, он все это, он спер целый совхоз. Как спер, да? Где есть какие-то доказательства тому, что спер? Нет. Вот вы сперли, да? Вы в Роснефти украли у страны колоссальное достояние и многие годы кладете эти деньги себе в карман. Вы украли страну у нас. Вы Путин, Сечин, Леонтьев. Вы украли у нас страну. Поэтому мы вас и считаем ворами, считаем вас преступниками. Ну а то, что психа Леонтьева, который вот растравил себя и начинает кричать это клубника турецкая, это там тот все, это все понятно. Ну именно такие личности психопатические, шизофренические и совершенно цинично подлые привлекаются этим режимом для того, чтобы дискредитировать единственного кандидата, который может бескровно забрать власть из рук Путина и вернуть эту власть народу. То есть восстановить справедливость, вернуть народу, собственность и власть. Прекратить геноцид русского народа и ликвидировать олигархии. То, к чему мы и стремимся. И смотрим дальше еще один фрагмент. Причем оттер он совхоз вместе с Ореховскими бандитами. Просто непосредственно они там располагались. Вот прямо там, где он живет. А я напомню, Ореховские считались самыми отмороженными даже в нашем криминальном сообществе. Они считались совершенно на всю голову конченными. И занимается он спекуляцией с землей. Мне очень хочется, чтобы вот эти избиратели, эти старики и старушки, базовый электорат, они поняли, что их просто продали. Продали бандюку простому, обычному, наглому, тупому бандюку. Миша, давай без этих самых, без оскорблений. А что ж, а что? Нет, давайте мы их любить будем. Давайте мы Ореховских еще полюбим. Я не предлагаю никого любить. Я предлагаю, чтобы в эфире радио не звучали оскорбления. Это... У меня со всем уважением к господину Грюдинину хочу заметить, что он очень напоминает довольно тупого бандюка, который купил у Зюганова недорого коммунистическую партию Российской Федерации. Голосуйте, ребята. Молодцы. К тому же человек либо притворяется как бы животным идиотом, либо свой электорат считает таковыми, да, людьми, да, потому что вот все его сентенции на конкретные темы, они бессмысленны до тупости. И даже человек, который просто на рынке редиской торгует, гораздо больше понимает в внешней экономике, чем господин Грюдинин. Откуда в этой голове пораженной психопатии что-то всплывает такое. Но если посмотреть просто, где совхоз имени Ленина, где ореховские бандиты, ни территориально, ни по времени ничего не совпадает. Ореховские бандиты были уничтожены уже в конце 90-х годов. Были уничтожены, их просто не было. Поэтому где они там, что они там могли делать. Даже уже в середине 90-х годов начался их внутренний конфликт, внутренний разгром, потом внешний разгром, ну не было. Их последние 20 лет никаких ореховских нет. И тут в голове у Леонтьева кипящий мозг выталкивает вот такого рода выдумку, глупость, клевету. Ну и конечно там спекуляции землей, да, что такое спекуляции землей, купил, продал, но нет этого. Грудинин живет на одном месте, занимается одним и тем же делом. Нет никакой там спекуляции землей. Аренда земли, да, наверное, он сдает в аренду, еще бы он не сдавал, тогда он не был бы предпринимателем. Если выгодно сдать в аренду, почему же не сдать в аренду? Но он сохранил свой азис, он сохранил место, где люди могут жить, где растут дети, где великолепная школа, великолепный детский сад, великолепный парк сказок. Все это создано им, его усилиями, его трудовым коллективом и вот этим сплочением, которое возникло между ним и его сотрудниками, которые работают вместе. И вот все это пытается опорочить вот этот псих, которого выпустили, его убрали с телевидения, всем понятно, что он псих, уже в журналистской среде над ним издеваются, смеются, этот короткорослый толстячок что-то там говорил в передаче «Однако», «Однако». Те, кто его встречал за пределами эфира на слова «Однако», «Здравствуйте», по названию передачи «Однако», его просто посылали, «Однако», «Пошел ты» и так далее. Поэтому его с эфира-то убрали, но вот он выгоден, так же, как Хинштейн, в какой-то момент раз и вытолкнули его на экран, знакомое лицо, люди начинают прислушиваться, думать, а может он что-то умное скажет, раньше был такой остряк, и вот он говорит клевету. Все, это стратегия понятная. Я задумался о том, ну, я не интересовался никогда ни этой личностью, никогда не был его поклонником. Ну, такой острослов на Первом канале в Prime Time что-то там вещает, я никогда его не слушал, никогда не был его поклонником, не знаю, даже были у него поклонники вообще его таланты острословия. Но это острословие такое, гнилое, это не остроумие, а именно острословие. Слов-то много, а ума никакого нет, остроумия никакого нет. Что это за человек, откуда он взялся? Из русско-еврейской семьи, как пишут в Википедии, мама его, Мира Моисеевна, работала в Плехановском институте, и куда же еще вот этому маленькому человечку Михаилу Леонтьеву, конечно, к маме под крыло, там он и учился, там он обучился чему-то, но по профессии практически и не работал. И ни экономиста из него не получилось, ни вообще человека более или менее образованного, он работал там разнорабочим, пытался сменить профессию, стал стать краснодеревщиком, ничего у него не получалось, и потом, как перестройка началась, он вдруг обнаружил в себе способности социолога и стал писать социологические статьи, откуда бы он имел соответствующие знания, да ниоткуда, их просто не было. Ну вот такое было время, когда из ничего рождалось что-то, нечто такое, вот выползало непонятно, и чертей, конечно, в средствах массовой информации тогда родилось огромное количество, и многие из них существуют и до сих пор, как такие уже матерые деятели сферы средств массовой информации. И вот Леонтьев даже пытался кого-то обучать, он такой мэтр, мэтр публицистики, ну а на самом деле просто вот из тех чертей, которые в позднюю перестройку родились и обслуживали режим Ельцина, ну а теперь обслуживают режим Путина. Работал Леонтьев исключительно на олигархов, вот я смотрю, он работал в газете «Сегодня», это газета олигархов «Невзлен», «Гусинский», «Смоленский», те, кто входили в состав так называемой «семибанкирщины» при Ельцине, ну оттуда он был выгнан, поскольку пьяница, алкоголик и дебошир, потом создал журнал «Дело», который финансировал Ходорковский, а в 99-м году он как-то вот переменился, работал на ТВЦ до этого, обслуживал интересы московской олигархии, группировки Лужкова, которая уже распространила свое влияние на всю страну и пыталась в 99-м году сначала на выборы в Государственную Думу взять власть, а потом попытаться захватить и президентский пост. Лужков с Примаковым вместе пытались это сделать, но вот мобилизовалось у нас чекистское братье и не допустили Лужкова, это слава богу, но кого привели, еще хуже. И вот в 99-м году Леонтьев перескакивает с ТВЦ со своей командой на ОРТ, на Первый канал и там начинает свое вещание. Тогда же он получает премию Института Гайдара, понятно из какой среды он происходит, вот из этой среды олигархии, среды олигархических, приолигархических ультралиберальных журналистов. И вот продолжает он работать, в 2002 году он вступает в партию «Единая Россия», вы не забывайте, кто говорит, это партийный человек, человек, который обслуживает интересы этой партии «Единая Россия», партии олигархов, партии жуликов и воров. В 2006 году его за заслуги награждают Государственным Орденом Дружбы. Ну понятно, с кем он дружил, он не наш с вами друг, он друг Шайки-Лейки имени Путина. И в 2014 году ему подыскали место в Роснефти, чтобы убрать его от эфира, надо было как-то отстранить его, но сохранить за ним высокий статус, не меньше, чем комментатора ключевого телеканала нашей страны. Но не допустите его на этот канал, чтобы он не стал снова где-то дебоширить и не превратился снова в того либерального диссидента, который своим острым словцом может оскорбить кого угодно, может унизить кого угодно. Теперь его как бы охомутали, взнуздали и он выполняет только то, что ему приказано. И все это хорошо оплачивается, когда Леонтьев решил создать журнал «Дело», вышел один номер, то ему от Роснефти отстегнули спонсорское пожертвование 170 миллионов рублей. Один номер вышел, что миллионным тиражом вышел? Да нет, конечно. Все это имитация, все это способ просто одарить своего адепта большим капиталом. Ну, якобы там на сайт они что-то использовали, но уж точно это не 170 миллионов рублей. Это просто деньги, положенные себе в карман. Мы ведь правильно это понимаем? Вот такого рода люди, привлеченные воровским режимом к избирательной кампании, создают потоки лжи, клеветы, создают атмосферу абсолютно невозможную для высказывания каких-то здравых идей, обсуждения этих идей. Скоро начнутся дебаты и мы увидим там действия тех, кто специально введен в эту избирательную кампанию. Для того, чтобы она и выборами-то уже не могла называться, это будет сплошной ор, грязь. Это будет обсуждение не ситуации в стране, а будет обсуждение, я уверен, снова Павла Грудинина. Помните в писании «Лицо поколения будет собачьим». Вот эти собачьи персонажи политики специально сделаны кандидатами в президенты для того, чтобы единственного реального кандидата Павла Грудинина, который противостоит олигархической группировке Путина, всячески унизить, оклеветать и не дать ему возможность донести свои идеи, свои проекты до граждан. Будут обсуждаться не программы, не предложения, а будет обсуждаться личность Грудинина, будут переходы на личности, будут клеветические утверждения, будут использованы всякого рода инструменты для того, чтобы дискредитировать любую его мысль, любой его шаг, любые его заслуги, рассказать о том, чего нет и никогда не было, но именно для того, чтобы сомневающиеся еще больше усомнились. Наш выбор очень простой. Грудинин – это не Путин. Вот все остальные, кто вышел на выборы – это коллективный Путин. Вот за не Путина мы должны проголосовать. Нам все равно, что будут говорить путинисты. Все равно. Нам главное, чтобы был не Путин. И вот это является главным мотивом для голосования за Грудинина. Ни одного другого кандидата, который не Путин, на выборах нет. А если вы не хотите голосовать, то вы фактически отдаете свои голоса тому самому коллективному Путину, который пришел для того, чтобы Путин снова остался президентом. Вам хочется еще шесть лет? Вы думаете, Путин арестует Чубайса или какого-то из своих олигархов, Миллера или Сечина или какого-нибудь Абрамовича или какого-нибудь Дерипаску? Вы думаете, что это состоится? Вы думаете, что главворы будут смещены со своих постов? Такого не будет. Мы это прекрасно знаем. Поэтому, если мы ощущаем свой гражданский долг, мы должны прийти на выборы и проголосовать за Грудинина. И только это даст нам возможность изменить ситуацию. Русскому движению получить легальный статус, создать русские национальные организации, выйти на выборы муниципальные, федеральные, региональные, какие угодно выборы, получить представительство и через некоторое время выдвинуть своего кандидата в президенты. В нынешних условиях, если еще на шесть лет приходит Путин, так политические репрессии еще больше задавят нас. И у нас не будет никаких шансов найти и выдвинуть русского национального лидера. Поэтому сегодня за Грудинина, завтра за русские национальные интересы, послезавтра за русского национального лидера. Россия – русскую власть.